момент аварии я сам не помню я ехал помню за мной автобус и больше ничего не помню то есть вы ехали за автобусом нет я перед автобусом ехал то есть вы столкнулись фурой данного сумму не помню я этого вообще не помню говорят что фура зашаталась и вылетела на вас не знаю не помню момент аварии я сам не помню в 2007 плец арестат айдохо сенатар лари крейг и на миниаполис аэропорта акузин има скин секс иномен с роман в полице транспорт шоу-де-сенатар сфер статем сфер пола холл водорс says convenient forgetfulness is a common sign of deception единственным петербургам и вот именно из-за по полице офис и на 9 минуты и еды мэри лапс из а вот и тэпэн тэн 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 Полиция приехала, начиная с момента. И до вечера мы уже вечером установили этих людей, кто совершил это все. Есть даже версия, что эти девочки спровоцировали этот конфликт. Насчет провоцирования я не могу вам... Понимаете, как получилось? Понимаете, как получилось? Насчет провоцирования я не могу вам... Понимаете, как... Я не могу вам... Понимаете, как... Уворовали, ну миллиарды. Вы не знаете? Нет. Нет, не знаю. Сейчас скажу почему. Есть стандартный ответ на этот счет. И он правильный. Насколько мне известно, я, честно говоря, не знаю деталей. Не исключаю, что где-то могли скакнуть эти тарифы. По имеющейся у меня информации, все это было сделано. Никакого свиста я не слышал. И вообще непонятно, чем был вызван этот шум. Категорически противник платности в медицине вообще. Вот. Не знаю, удастся ли уйти от платности вообще, но хватит кормить офшоры. Абсолютно позитивно. А, кстати, важная вещь. И дело не только в том, что кто-то прячет что-то в офшорах. Опыск, о котором вы упомянули, о некоторых других вещах. Я... Поверите вы или нет, это другой вопрос. Но я узнал об этом испаряться. Ну, наверное, кто-то... Может быть, каких-то трудно сказать. А может быть, даже в обобщенном виде. Я же детали не знаю. Надо разбираться. Момент аварии я сам не помню. Я ехал... Помню, за мной автобус. Я ехал... Помню... Я ехал... Как вы относитесь к российским миллиардерам? Я, в принципе, уже сказал, что приватизация не была несчестной, несправедливой. Но ломать что-то... Приватизация не была несчестной, несправедливой. Кроме того, мы намерены возродить институт парламентских расследований. Но не возродить, а расширять его. Но я его уволил не за это, а уволил за то, что у органов следствия возникли обоснованные сомнения в том, что правильно выстраивалась работа, связанная с реализацией имущества. Причиной излишняя жестокость на экранах тотально... Является ли это последствием тотального госконтроля? Единая Россия поставила почти во все дома погорельцев бытовую технику бесплатно и так далее. Ну так вот, это все реакция на стихийное бедствие. То есть не было бы счастья, но несчастья? Нет, сейчас я закончу. На природное явление. Но если происходит бытовой пожар, то это, как правило, так называемый человеческий фактор. Это значит, что, прямо надо сказать, что кто-то конкретно виноват. Это не стихийное явление, не результат стихийного бедствия. И здесь последствия другие. Они, к сожалению, не такие масштабные, как при стихийных бедствиях. И здесь последствия другие. Они, к сожалению, не такие масштабные, как при стихийных бедствиях. Момент аварии я сам не помню. Я ехал, помнил за мной автобус, и больше ничего не помню. И больше ничего не помню. Сеф Gonzalez was a 20-year-old law student who made this call to emergency services, saying someone had brutally killed his father, mother and sister. He then made a public appeal for help. Most of you are probably aware of the tragedy that my family has experienced this week. Dr. Ekman says it's easy to spot that Gonzalez was disgusted with himself. Most of you are probably aware of the tragedy that my family has experienced this week. When he says that my family has experienced this week, I think he has a trace of upper lip rays, which looks like this. It later turned out that, indeed, Gonzalez was the killer. Now watch John Sharp, who killed his wife and 19-month-old daughter. Because the police have obviously been making inquiries and haven't tracked her to date. He's doing disgust again and again. And the same raising of the upper lip. But it's not micro with this fellow. It's on repeatedly and fairly long duration. In the war, it looks like the Sung çıkar verliered theázps with his daughter. I know. I knew it was a blackness Kapila. I know. I'm going to read it today? I had to read it today? I had to read it today? I didn't know. I was going to read it today? I was going to read it today. I didn't know. Не знаю. Может быть, может быть. Не знаю. Скажите, а что буквально? Вы хотели, чтобы я посмотрел на часы? Я так и понял. Многие поляки все-таки опасаются тенденции возвращения России статуса сверхдержавы, учитывая исторический опыт. Когда мы идем по пути интеграции, что это возрождение амбиций России как бывшего Советского Союза? Какая чушь, понимаете? Какая чушь, понимаете? 8,6, примерно 8,5 будет рост промышленного производства. 8,6, примерно 8,5 будет рост промышленного производства. И больше ничего не помню. И больше ничего не помню. То есть вы ехали за автобусом, да? Нет, я перед автобусом ехал. То есть вы столкнулись с фурой, да? На вас фура вылетела? Не помню я. Вы столкнулись с фурой, да? На вас фура вылетела? Не помню я. Да, на вас фура вылетела? Не помню я. Этого я вообще не помню. А говорят, что фура зашаталась и вылетела на вас. Не знаю, не помню я. А говорят, что фура зашаталась и вылетела на вас. Самое главное – сделать эту работу абсолютно прозрачной, исключить из нее Во-вторых, есть еще одна очень важная вещь, на которую я хотел бы обратить внимание Все-таки положительная тенденция здесь тоже есть У нас в прошлом году расширение экономической активности и экономического роста Но здесь есть жертвы, конечно, мы должны их минимизировать Будем всячески к этому стремиться И необходимость в интересах наших народов идти по пути экономической интеграции Что мы сейчас и делаем Что за последние 15 лет это первые реальные шаги по пути интеграции Этого я вообще не помню А говорят, что фура зашаталась и вылетела на вас Не знаю, не помню я Поэтому, на мой взгляд, пришла пора вернуть милиции ее прежнее наименование И именовать в дальнейшем наши органы правопорядка полицией Дмитрий Медведев сказал, что органы внутренних дел уже меняются Но это только начало пути 5.42, давай тоже с микрофоном сюда Плевать на это закон Это и есть диктатура закона А закон справедливость торжествует Торжествует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...